Второй вариант посложнее, мы добавляем рекапчу, давайте с вам ловушки убираем, спускаемся в самый низ, нажимаем на кнопку добавить элемент, выбираем тип рекапча V3, обязательно, да, рекапча V3, вот из списка, да, рекапча V3, ярлык назовите рекапча. Значок, поскольку мы выбирали третью версию, то у нас не будет вот перед кнопкой отправить, такая большая плашка, знаете, на сайтах есть, где нужно ставить галочку я не робот, потом что-то выбирать, если вы не залогинены в гугл, этого всего не будет, будет просто вот здесь с правой стороны внизу значок рекапчи, и программа будет проверять сама, там по определенному алгоритму все это делается, Поэтому вашему посетителю не нужно будет там вот эти галочки все нажимать, выбирать и прочее. Итак, поэтому выбираем именно рекапча V3, внизу справа, где будет значок, да, вот здесь внизу справа, либо внизу слева определите его, и собственно все, да, нажимаем обновить. Здесь вы сейчас ничего не увидите, потому что рекапча ставится в самом конце формы перед кнопкой отправить. Поскольку у нас многошаговая форма, то кнопка отправить у нас на пятом шаге, и соответственно рекапча будет тоже на пятом шаге. Но сейчас мы можем посмотреть, как она выглядит. Вы увидите, что вот здесь на пятом шаге у нас вместо рекапчи появляется вот такое сообщение. Чтобы использовать рекапча V3, вам нужно добавить ключ API и завершить процесс настройки в консоль элементарной настройки интеграции рекапчи V3. То есть нам нужно прописать специальные ключи, то есть зарегистрироваться сначала на гугле в рекапче, прописать ключи, тогда рекапча заработает, и вот это сообщение исчезнет. Итак, давайте это сделаем. Открываете в новой вкладке ваш сайт, зайдите в админку, заходим в раздел элементар настройки, дальше переходим интеграции, и вот здесь вот вторая строчка не рекапча, а именно рекапча 3, нажимаем на ссылочку или открываем в новой вкладке эту ссылку рекапча 3, дальше нажимаем на кнопку V3 админ консоль, дальше нажимаем на кнопку плюс создать, ярлык прописываем название вашего сайта, выбираем тип рекапчи V3, прописываем доменное имя, дальше укажите, ну здесь уже указан e-mail, потому что я вошла под этим логином, да, дальше спускаемся в ниже, ставим галочку примите условия использования рекапчи, и нажимаем на кнопку отправить, теперь копируем ключ сайта, переходим в админку, где мы должны настроить рекапчу, и в первое поле ключ вставляем то, что мы скопировали, дальше переходите снова в настройки рекапчи, секретный ключ скопировать, нажмите на кнопку, перейдите в настройки и вставьте в поле секретный ключ, оставьте порог оценки 0,5, спуститесь вниз и нажмите на кнопку сохранить изменения, теперь давайте посмотрим, как эта форма работает с ключом, итак, открываем страницу контакты, ну или ту страницу, где у вас установлена форма, дальше проходим до четвертого, до пятого шага, спускаемся ниже, и у нас, собственно, все, да, здесь нет никаких замечаний по поводу рекапчи, но вот здесь вот внизу появился значок рекапчи, и теперь он будет автоматически проверять, вам это или нет, давайте посмотрим, как это выглядит теперь в админке, здесь мы видели вот такое сообщение, обновите страницу, и пройдем все 4 шага, спускаемся ниже, все, как видите, у нас здесь нет теперь сообщения, но появилось вот здесь внизу значок рекапчи, справа внизу, что будет, когда у вас будет простая форма, значит, смотрите, у нас здесь пошаговая, да, и в самом низу появляется рекапчи, если вы установите простую форму, вот без шагов, давайте ее сверху здесь поставим, обыкновенную, да, то есть имя, e-mail и сообщение, и вот здесь вот добавляем элемент, добавляем рекапча 3, и, собственно, давайте вот этот удалим пока, второй потом мы его вернем, пусть у нас пока будет одна форма, как видите, здесь ничего не появилось, да, оставили рекапчу, рекапча 3, давайте ее назовем, все, обновить, и давайте посмотрим, как это выглядит на сайте, итак, вот у нас простая форма, и появилась справа внизу значок рекапчи, все, данная форма защищена, и спам не пройдет, все, я возвращаю все, как у нас было, возвращаю пошаговую форму, напомню, как, кстати, возвращать, переходим вот здесь внизу, история, и выбираем предыдущий шаг, который нас устраивал, вот мы здесь удаляли форму, давайте отредактировано, добавлен, отлично, не забудьте обновить страницу, чтобы ваши изменения сохранились,